Устами младенца или взрослой мечтой равина. Когда я была маленькой с моим братом Зеликом, тогда мы, когда были возле этого, мы через вторую сторону ходили и говорили маме, когда мы будем большие, мы всегда это будем строить. Бобруйск, 4 августа 2019. Теперь эта дата станет одной из самых памятных в современной истории города. На всеми любимой улице для променадов в социалистической появился национальный еврейский дворик. Раз, два, три. Есть в городе такой дворик, где можно прикоснуться к истории, вспомнить эту историю, ну и, конечно, где-то немножко поностальгировать. Идейный вдохновитель проекта – бобруйский раввин Шауль Хабаба. Именно он несколько лет назад загорелся идеей подарить горожанам уникальное место для отдыха с национальным еврейским колоритом. Дворик, который открыт для всех и все время, здесь практически кроме ночной времени, постоянно он будет открыт. Даст возможность людям ознакомиться с тех картинками, которые рассказывает каждый из этого картинка, эпизода в еврейской жизни. В день открытия географию гостей можно было сравнить с фестивальными днями венка дружбы. В списках Израиль, Англия, США и Беларусь. Но приезжие – не иностранцы, по причине без пометки бывшие. Все они активно помогали возрождать еврейское прошлое на малой родине. С 79-го года уехал с города Бобруйска, думал, захлопнул двери. Оказалось, что нет, не захлопнул. Прошло лет 10-12, вернулся почти каждый год здесь. Иногда два раза в году кладбище – основная причина моего приезда в Бобруйск. Но сегодня у нас праздник. Огромное спасибо людям, которые организаторы этого дела. Дима Голан, Гена Рабкин, Феликс из Лос-Анджелеса. Люди, которые душу вложили сюда. Юлия Айзенберг прилетела из Лондона специально на открытие памятного места. Генеральный директор фонда мира имени известного бобруйчанина Мейера Зеллингера уверена, Бобруйску необходимо всеми возможными способами возвращать былую славу еврейского города. Город Бобруйск – это нечто особенное, наверное, на этой земле. И поэтому мы всегда очень рады поддержать Шауля и как-то помочь действительно сделать этот город еще лучше. Еврейский дворик – это лишь начало большой истории целого комплекса архитектурных сооружений и проектов. Шауль и его семья надеются, что в скором будущем на этом месте все же появится музей под открытым небом, который будет выполнять сразу две функции – молебного дома для иудеев и место отдыха для горожан и туристов. Вблизи памятника Бобру у знаменитых ворот будет еще один уютный двор. Мы говорим о том, что мы в какой-то степени еврейский город. И у нас должна быть история, но нашей истории нет. И вот то, что мы сегодня видим, это начало той истории, которую мы, я считаю, начинаем делать именно в городе. Создание и идея создания именно еврейского дворика, да, она уже у нас не только витает, но она у нас уже положена на бумагу, у нас есть даже архитектурный такой интересный проект. Бобруйчане таким подарком благодарны и готовы принимать активное участие в реализации подобных идей в будущем. А пока они с удовольствием открывают для себя родной город с новой стороны. Бобруйск – это гордость еврейской души. Второй такой город нигде не найти. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.